Дорогие друзья, я рад вновь встретиться с вами и рад возможности поделиться своими соображениями с моими друзьями и участниками наших проектов медийных, куда и я вхожу как часть команды. И, конечно же, первый вопрос, который мы сегодня обсуждаем и который пытаемся проанализировать, это события в Беларуси. Нас в значительной степени интересует не политический аспект этих событий, об этом написано достаточно и ситуация с президентством Александра Лукашенко очевидна, нас интересует вопрос обстоятельства и события, связанные с церковным участием в этом политическом процессе. И здесь, в первую очередь, я бы отметил следующее. Мы часто в рассуждениях о глобальном мире, о современном мире читаем такие хлесткие фразы о том, что старые правила не действуют, мир изменился и прочее. Но часто мы не наполняем эти фразы каким-то конкретным содержанием, просто воспринимаем их как часть, ну, некоего аудиопейзажа нашей жизни. Обратите внимание, что ситуация в Беларуси очень четко показала, что действительно старые правила не работают. Не работают старые механизмы, не работают старые институты. В первую очередь, это касается средств массовой информации и коммуникации с аудиторией. Никому неизвестный молодой человек, 20 с чем-то лет от роду, создал телеграм-канал Нехта, находясь в Польше, далеко от места событий, в считанные дни набрал больше миллиона подписчиков, и чем его капитализация канала достигла примерно цены в 6 миллионов евро в течение нескольких дней, и стал главным поставщиком новостей о событиях в Беларуси. Именно на телеграм-канал Нехта ссылались все ведущие информационные агентства мира. То есть, один человек, используя ноутбук, находясь у себя дома, переиграл с разгромным счетом все государственное телевидение Беларуси, российскую пропагандистскую машину с ее ИТА-РТАСами, РИА-Новостями и прочими-прочими, и сделал это в течение считанных часов. Второе. Обратите внимание, что когда эти события начали развиваться, буквально на следующий день после подведения итогов голосования, то главенствующая по количеству верующих в Беларуси Православная Церковь Московского Патриархата, которая, кстати, я напомню, в Беларуси не имеет никакой автономии, а просто является подразделением Московского Патриархата в виде экзорхата, традиционно заняла лаэлистскую сервильную позицию относительно власти, поддерживая избрание Лукашенко. Одним из первых его с избранием поздравил Патриарх Кирилл и затем действовавший на тот момент экзор в Беларуси митрополит Павел. И, казалось бы, все пошло по правилам, именно этого мы и ждали. И вдруг мы видим, как в течение буквально последующих двух-трех суток группа из нескольких инициативных священников разных конфессий, католических, православных, протестантских, используя те же средства коммуникации, современные телеграм-каналы, социальные сети Facebook, YouTube, выводят ситуацию с протестом против этого голосования буквально в топ новостей. Несколько человек, действуя независимо друг от друга, ситуативно объединяясь, в течение нескольких дней меняют полностью отношение религиозного пространства к происходящим политическим событиям в целой стране. В результате чего митрополит вынужден извиняться за поспешное поздравление, он вынужден искать какие-то компромиссы и пытается как-то микшировать ситуацию. И все это происходит вот буквально на наших глазах. И вот это как раз и есть смысловое наполнение тех фраз, о которых мы говорим, что старых правил больше нет, старые институты больше не важны. И один человек с сотовым телефоном может выиграть информационную войну с пропагандистской машиной огромного государства. И это очень важно для религиозного контекста. Здесь мы видим, что один человек может изменить религиозную оценку событий огромного числа верующих, войдя в противостояние, в оппозицию к официальной церковной иерархии. И аудитория окажется на его стороне, а не на стороне церковной иерархии. Подобные случаи, конечно, история знала, но в тех исторических реалиях, когда они происходили, они требовали большого времени. Конечно, Мартин Лютер Кинг очень сильно изменил не только политический ландшафт Америки, но и в целом политическое устройство мира. Но ему на это потребовались годы. Ежа Попелушка, главный духовник и религиозный участник движения «Солидарность Польша», также многое сделал, но ему на это потребовались годы. А здесь вот это спрессованное время и наличие современных средств коммуникации дает возможность человеку в течение нескольких часов и дней добиваться такого же результата. Это просто потрясающее событие, причем очень важно, что происходящее. Мы сейчас видим много дебатов и споров, в первую очередь в российской аудитории о том, как будет дальше развиваться белорусский протест, чем он закончится и так далее. Оставим эти споры профессионалам, но для нас очевидно то, что произошедшее стало частью церковной истории, очень важной частью новейшей церковной истории. И, конечно же, оно будет иметь продолжение в других сообществах, в других странах, в других ситуациях. Все это имеет такое свойство аккумуляции, кумулятивного эффекта. Когда это все накапливается, вот этот опыт адсорбируется, этот опыт усваивается людьми, и затем при возникновении похожей ситуации они начинают уже этот опыт использовать. Поэтому отдадим должное, дань уважения нашим белорусским братьям и сестрам, поддерживавшим этот протест. Они дали нам потрясающий опыт церковного действия, церковной проповеди, церковной оценки в крайне сложной агрессивной политической ситуации. Вторая тема, касающаяся Беларуси, о которой также мы видели ожесточенные споры, которые как-то, на мой взгляд, незаслуженно быстро затихли. Это перспективы автокефалии Белорусской Православной Церкви. Я напомню, что писал об этом, имел удовольствие писать об этом еще 2-3 года назад, обсуждая предоставление Томаса Украине. И сейчас мы видим, как официоз, и в том числе пропаганда, и по моему огромному непониманию часть экспертов, пытается этот вопрос, что называется, обнулить. Говоря о том, что вопроса с автокефалией нет. Вопрос так вот не стоит и так далее, и так далее. Причем, как аргумент, это тоже очень показательно, насколько глубокую травму оставили украинские события Майдана в российском политическом пространстве. Сейчас все происходящее в США с движением БЛМ, в Беларуси с протестами против Лукашенко, все сравнивается с Украиной. И главная отправная точка – Байдан. И мне просто потрясающе интересно наблюдать, когда серьезные эксперты начинают рассуждать о Беларуси, почему-то сравнивая ее с Украиной. Казалось бы, никаких поводов для этого нет, но тем не менее. И главный тезис, который мы видим сейчас со стороны официоза о том, что ни перспектив получения автокефалии нет у белорусской православной церкви, ни актуальности этого нет, ничего этого нет. И всегда подчеркивается, в отличие от Украины. Вот то, что там дали Томас, это вот как бы украинский, а у нас в Беларуси все по-другому. Так вот, я хочу сказать, что ничего подобного. Во-первых, Томас автокефалий, украинская православная церковь, получила не за один год, и не за два. Вообще, получение Томаса – это очень долгий процесс. Он не происходит в течение нескольких дней. И вопрос получения автокефалии украинской православной церковью был поднят в 90-91-92 году. И Украине потребовалось 30 лет, чтобы получить этот Томас. И что, говорить, что все эти 30 лет этот вопрос не стоял, его не было? Конечно, он был. И то, что этот вопрос поднят хотя бы в такой форме применительно к Беларуси, говорит, что отсчет времени пошел. Потребуется ли на это 30 лет или меньше? Посмотрим. История покажет. Но факт то, что то, что Белорусская православная церковь сейчас не получила этот Томас в течение нескольких дней, это вообще никакой не аргумент. Второе, довод в пользу невозможности автокефалий Белорусской православной церкви приводится в пользу того, что Беларусь очень крепко экономически связана с Россией. Действительно, значительная часть белорусской экономики держится на дешевых энергоносителях из России и также Россия традиционно является рынком сбыта для белорусской продукции. Но огромную часть своего пути в получении автокефалии украинская православная церковь прошла в ситуации, когда она была еще теснее связана с Россией. Более того, вопрос о Томасе был поднят, когда Украина находилась вообще в составе одного государства Советского Союза сегодняшней Российской Федерации, где связи были намного теснее, экономическая интеграция намного теснее, и тем не менее мы видим результат. Поэтому, мне кажется, что это будет очень интересный процесс, который мы не можем сейчас прочертить его временные рамки, но можем точно сказать, что белорусская православная церковь вошла в этот створ движения в сторону получения автокефалии. Это может произойти очень быстро. Я вас уверяю, что если, например, допустим, такую ситуацию в игровой форме, завтра Лукашенко уходит от власти, послезавтра на свободных выборах побеждает национально ориентированный президент, ну, такой националист в хорошем ключе, скажем так, то, я вас уверяю, вопрос автокефалии решится в течение нескольких месяцев. Потому что, напомню, что Константинопольский патриархат отозвал свое распоряжение о временном переподчинении киевской митрополии московскому патриархату. А территория Белоруссии полностью входила в состав княжества Литовского. И, таким образом, подчинение вот этой территории белорусской московскому патриархату де-юре на сегодня не существует. Де-юре, если судить по церковным канонам и оценивать эту ситуацию с религиозной стороны, белорусская православная церковь уже автокефальна. И вопрос в том, сколько времени потребуется на оформление этой автокефалии. А это запустит процесс дальнейшей регионализации православия на территории бывшего Советского Союза. Вот Украина первая, вторая Беларусь, а дальше все это пойдет по цепочке. Потому что очень трудно будет объяснить, а почему нельзя получить автокефалию казахстанской православной церкви, а почему нельзя получить автокефалию в Киргизии и так далее, и так далее. Все это приведет к дефрагментации, реконфигурации православной церкви на территории бывшего Советского Союза. Все это вызовет к жизни огромные, важные, содержательные и по масштабу процессы во всей православной церкви. Придется вырабатывать совершенно новую экклесиологию для вот такого взрывного роста количества поместных православных церквей. Это изменит расклад сил, баланса в православном мире и так далее. Это очень интересный процесс и просто потрясающий шанс дает нам история быть его современниками, наблюдать за ним и анализировать его. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...